Вы слушаете «Продолжение следует». Меня зовут Павел Каныгин, а меня Наталья Жданова. Войну в Украине часто сравнивают с Первой и Второй чеченскими войнами. Там были жестокости насилия, неизбирательные атаки по гражданским объектам и, конечно, безжалостное и унизительное отношение российского командования к собственным солдатам и, конечно, к собственным гражданам. Все это было тогда и все это мы наблюдаем прямо сейчас в Украине. Первая чеченская началась в декабре 1994 года. Федералы рассчитывали, что решат все вопросы одним парашютно-десантным полком за два часа. Но в итоге война затянулась на несколько лет, и это очень похоже на идеи Кремля о взятии Киева за три дня. Сегодня мы говорим об уроках войны в Чечне, которые стоит напомнить именно сейчас, когда на наших глазах Россия продолжает преступную войну в Украине. Это повтор эпизода, в котором журналист Леонид Парфенов читает военные репортажи майора Вячеслава Измайлова, опубликованные в «Новой газете». В эфире новости российского телевидения. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Перед тем, как вы услышите Леонида Парфенова, давайте вместе с вами вспомним, что происходило в стране в 1994 году. После распада Советского Союза Чечня провозглашает независимость и выбирает президентом отставного генерал-майора от советской авиации Джохара Дудаева. В течение трех лет в Москве было не до Чечни. В 1994 году, незадолго до выборов президента России, а рейтинг у Бориса Ельцина был низкий, он решает начать восстанавливать конституционный порядок в республике. Что происходит дальше? В декабре 1994 года Ельцин подписывает указ о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований. И в Чечню входят федеральные войска. Российские власти рассчитывают, что операция будет очень быстрой. И, как говорил министр обороны России Павел Грачев, все вопросы можно решить одним парашютным десантным полком за два часа. Но война продолжается два года и приводит к гибели тысяч человек с обеих сторон. Наш обозреватель, майор Вячеслав Измайлов, оказывается в Чечне в 1995 году. Он до этого прошел Афганистан, затем служил в Германии, а в начале 90-х занимался призывом в военкомате города Жуковского в Подмосковье. И уже собирался уходить на пенсию, когда началась война в Чечне. Измайлов понял, что призывать ребят в эту армию, на эту войну, это невозможно. Это просто убийство. И в итоге он решает ехать туда сам. И начинает вызволять ребят. Рассказы майора Вячеслава Измайлова. Читает Леонид Парфенов. Я давно не видел генерала Владимира Шаманова. И сейчас, спустя 20 с лишним лет, мое восприятие этого человека смягчилось. А тогда, в 1995-1996, я его ненавидел. Прежде всего, я ненавидел унижающие людей отношения Шаманова к чеченцам и некоторым российским офицерам. Лично ко мне до середины июля 1996 года генерал Шаманов, командовавший группировкой Министерства обороны в Чечне, относился хорошо. А 3 июля 1996 года, когда закончились выборы президента России, даже поднимал за меня бокал. В середине июля 1996 года я навестил лежащего в госпитале на Ханкале моего командира и друга, первого заместителя, командира 205-й мотострелковой бригады, полковника Мурада Тлюстена. Это один из самых мужественных офицеров, которых я знал. И в то же время сердечный и добрый человек. Мурад всегда с искренней теплотой относился к мирным афганцам и чеченцам, которые уж точно не хотели войны у себя дома. Мне особенно запомнился рассказ Тлюстена о том, как его командиры-разведроты направили в афганское селение выяснить результаты удара советской авиации. Когда он прибыл в селение, то увидел, как двое, мужчина и женщина, стояли на коленях перед шестью холмиками. Под холмиками лежали их малолетние дети. Это был результат удара нашей авиации. Увидев советских военных, эти двое, мужчина и женщина, тоже приготовились принять смерть. Это так впечатлило капитана Тлюстена, что он закричал, «Если прилетят советские самолеты, я сам буду в них стрелять!» В одноместной палате Ханкалинского госпиталя полковник Тлюстен лежал под капельницей. Приступ старой болезни обострился у него после ссоры с генералом Шамановым. Глядя на больного Тлюстена, я думал о том, что предпочел бы, чтобы гнев Шаманова был направлен на меня. Уж я бы нашел дерзкие слова в ответ, хотя в армии и не принято дерзить начальству. «Через несколько дней я в очередной раз выезжал из Ханкалы в центр Грозного с какой-то задачей. Здесь меня узнал пожилой чеченец и подошел поделиться своей бедой. Он оказался директором школы селения Гихи у Русмартановского района. Старый учитель рассказал, что к его дому подошли российские военные и спросили, нет ли здесь боевиков. Он ответил, что только его дети. Военные начали стрелять. Тяжело ранили его сына и дочь. Со слезами на глазах он просил, помоги. Мобильных телефонов тогда ни у кого у нас не было, но в центре сберкома Грозного стоял прямой московский телефон. Я позвонил по нему Саше Любимову, руководителю программы «Взгляд» и Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». На следующий день в Чечню прибыли корреспонденты «Взгляда» и «Новой». С ними я поехал в селение Гихи, но разрешения ни у кого из начальства не спрашивал. Да мне бы и не разрешили, узнав цель поездки. Только полковник Мурат Телюстен прикрывал мои художества. В очередную пятницу вечером вышла программа «Взгляд», а в ней я, российский офицер, что-то говорил сельчанам-гихинцам про разрушенную школу, сожженную мечеть. Наутро прибежал гонец от Шаманова и сообщил, что генерал меня вызывает и срочно. Я понял, что командующий вызывает не награждать орденом. В кабинете в центре сидел Шаманов, а рядом три его зама. Шаманов посмотрел на меня своим тяжелым взглядом и просил рычащим голосом. Ты почему мне не сообщил, что здесь был Любимов? Его здесь не было. А передача «Взгляд» вчера? Здесь были его журналисты. Я тебя размажу и уничтожу, зарычал Шаманов. Видимо, он рассчитывал, что после этого звериного рыка я упаду, но я не упал почему-то. Ответил генерал спокойно и интеллигентно. Я скорее три раза пробегу вокруг Грозного, чем вы это сделаете. После этих слов в кабинете Шаманова царилась тишина. От такой моей спокойной наглости, одухотворенное лицо генерала Шаманова изменило выражение и застыло. Лица шамановских заместителей, как по приказу, застыли тоже. Сколько продолжалась эта тишина? Минуту-две. Я даже успел подумать, не переборщил ли я. Все же живые люди, хоть и военные начальники. Но нет. «Вон из кабинета!» Заорал, наконец, генерал. Как банально, подумал я. И спокойно вышел из кабинета командующего. Но не успел переместиться из штабного коридора на свежий воздух, как меня догнал один из шамановских телохранителей. С некоторым подобострастем выговорил. «Товарищ командующий просит вас вернуться». Я снова шагнул в кабинет Шаманова. Его замы все так же сидели, опустив глаза. Такой исход беседы со мной, конечно, не мог удовлетворить генерала. Но черт его знает, может быть, кто-то очень влиятельный за ним стоит. Видимо, подумал он, продолжил уже в спокойном тоне. «У тебя, майор, нет здесь начальников? Теперь я буду ставить тебе задачи, и ты три раза в день будешь передо мной отчитываться». Генерал Шаманов поставил передо мной какую-то задачу. Я сказал «Есть» и вышел. В тот же день ко мне подошел один из замов Шаманова, присутствовавший при нашем разговоре с ним. Это был полковник Владимир Иванович Сидоренко. Вместе с ним мы проводили президентский выбор в Чечне, и он ко мне относился дружески. «Слава», — сказал он, — «тебе надо немедленно уехать в Москву». «Вы мне предлагаете дезертировать? Я же офицер управления 205-й бригады. Где мне находиться, решает мое командование». «Ну хотя бы уезжай в штаб бригады». Он находился в другом конце Грозного, в районе аэропорта Северный. «Ты находишься в большой опасности. Дана команда разведчикам тебя ликвидировать». «Владимир Иванович, я нахожусь на Ханкале по приказу командования бригады. Если прикажут отправиться на Северный, я это сделаю. Такой приказ будет. А пока иди в свою комнату в общежитии. Обед тебе принесут туда». Я лежал на своей койке в общежитии, смотрел в потолок и, подложив руки под голову, думал. «У меня штатное оружие, автомат и пистолет. Часто выезжаю в центр Грозного, сидя сверху на броне. Если дана команда, авицер-разведчику меня убить, я что, должен его опередить и выстрелить первым?» «Нет, я этого не хочу. Ведь у этого офицера тоже есть мать, жена, дети. Так зачем мне оружие?» Я пошел на склад. Никому ничего не говоря. Сдал автомат и пистолет. Потом уехал. Но и после этого у меня не было ощущения жертвы. Я только заочно сочувствовал тому офицеру, которому дали команду убить меня. Это, наверное, очень трудно психологически. Превратиться из порядочного российского офицера в убийцу. Наделаешь много ошибок. Что касается личных поручений генерала Шаманова, то выполнять я их не мог, потому что никак не мог найти свободную минутку для того, чтобы их получить. Позднее мы как-то встретились с генералом в офицерской столовой. Он подозвал меня. «Ты почему, майор, меня избегаешь?» «Не избегаю. Просто ваша охрана меня к вам не подпускает», – заврал я. Шаманов подозвал охранника. «Этого хитрого майора пускать ко мне в любое время суток». Генерал зашагал дальше. Я улыбнулся. Это было в конце 1996 года в Гудермесе. Одна из немногих счастливых российских матерей нашла своего сына живым – в яме у Салмана Радуева. Свидания с пленником матери не давали, но она была готова жить на улице, чтобы только увидеть своего сыночка. Полузамерзшую русскую женщину приютила в своем доме многодетная чеченская семья. Мало кто знает, что чеченские женщины сильнее и выносливее чеченских мужиков. Правда, многие русские женщины тоже. Коня на скаку остановят, в горящую избу войдет. Но некоторые русские мужики мордуют своих женщин, а чеченский мужик, как правило, нет. Будь он хоть чемпионом мира по боям бесправил, будь он хоть крутым и чкирийским полевым командиром. Чем объяснить этот феномен? Во-первых, чеченцев с детства приучают к определенному отношению к девочке – никогда не трогать. Во-вторых, есть мужская и женская половины дома. И в женскую часть мужчина не заходит. В-третьих, у чеченской женщины, как правило, есть защитники. Отец и братья никогда не дадут ее в обиду. Конечно, за замужнюю женщину отвечает прежде всего муж. Но если доведенная до отчаяния чеченка скажет мужику «пошел вон», ему только и останется пойти в указанном направлении. Я это неоднократно наблюдал. Вот и там многодетная чеченская мать была такая, с виду худенькая, усталая и больная, но очень сильная духом. Она сказала Радуеву, «Отпусти на сутки пленного солдата со своей русской матерью повидаться. Через день вернем твоего пленника». Радуев хоть и считался у нас террористом номер два после Басаева, но чтил чеченские традиции в отношении женщин. Кстати, в недалеком прошлом он был комсомольцем, кандидатом в члены КПСС, руководил комсомольской организацией «Гудермеса», подпустил пленника на свидание с матерью. Через сутки пленный русский солдат вернулся в свою грязную яму. Через несколько дней чеченская мать снова забрала у Радуевцев пленника. Ночью одела русскую женщину в длинное платье, обвязала ее платком, она ее сына натянула по паху и вывела их из Чечни. Ичкирийский «Гудермес» находился недалеко от границы с российским Дагестаном. Боевики не посмели мстить великой чеченской матери. А вот маленький ее сын шести лет сказал, ну и иди к своим русским. Но ребенку это простительно, из него еще не успели сделать настоящего чеченского мужика. В сентябре 1996 года я занимался работой по освобождению пленных российских солдат и пытался убеждать полевых командиров отпустить невольников к их матерям. Возможности обменивать их у меня не было. Иногда мне удавалось убедить ичкирийцев. Один из полевых командиров в ответ на мою просьбу отпустить пленника дал почитать мне письмо матери солдата. Помню, в том письме был страшный материнский завет. «Сынок, бей этих черных!» Хотя чеченцы белокожие. Когда я прочитал то материнское письмо, бандит выхватил его со словами. «Забери его труп». Так мать убила своего сына. Рядовые Владимир Гришкин и Аркадий Клишторный. Это было в первых числах января 1996 года. На Ханкалу, где находился штаб российской группировки в Чечне, прибыло молодое пополнение – солдатики, только что закончившие учебки. Большинству из этих ребят было по 18-19 лет – со школьной парты и сразу на войну. Многие из них были обмануты российским государством, командирами. В одной из учебок держали солдат с заперти в оружейной комнате, чтобы не разбежались. Утром запихнули в автобусы и отправили на военный аэродром, а оттуда самолетами в Чечню. Родители, собравшиеся около КПП, так и не попрощались с детьми. Некоторые так и не увидят своих детей ни живыми, ни мертвыми. Я рассадил сотню молодых солдат в казарме в пролете между двухъярусными кроватями и рассказал, как нужно вести себя в Чечне, уважительно относиться к местному населению, как сохранить свою жизнь и жизнь товарищей. Среди солдат я сразу приметил одного. Он был среднего роста, на вид значительно старше других и какой-то более собранный, сосредоточенный. У другого солдата, очень худого и длинного, из носа пошла кровь, и я направил его в санчасть. Через минуту он вернулся, пытался обмануть меня, сказал, что уже побывал в санчастье. Я ему не поверил, остановил беседу и сам отвел в санчасть, в соседнюю казарму. Этого долговязого 18-летнего солдатика звали Аркаша Клешторный. Родом он был с Дальнего Востока, из маленького городка Большой Камень, что в Приморском крае. В дальнейшем я всегда приводил Аркашу в пример. Другие рады были не вылезать из санчасти, а этот не желал туда идти. Аркаша был смешливый и, когда меня видел, с каким-то особым смаком отдавал честь и улыбался. А я улыбался ему. Большинство офицеров серьезные, строгие. Сослуживцы Аркашке всегда завидовали, что у него есть друг среди старших офицеров. А кто же этот серьезный и сосредоточенный, что на вид был старше других солдат? Я вызвал его на беседу. Он действительно оказался старше остальных, хотя отслужил в армии всего несколько месяцев. Ему было 25. Звали его Володя Гришкин. Он тоже был в Дальнего Востока. Гришкин оказался дважды судимым, отсидел 4 года. Он был сиротой, воспитывался у своей старенькой бабушки. А когда она во время второй его отсидки умерла, оказался на улице, так как родственники продали ее дом. На работу дважды судимого не брали, и призыв в армию оказался спасением от голода и бездомной жизни. Когда Гришкина отправили на войну в Чечню, он, в отличие от большинства молодых солдат, был этому рад. Ведь участникам боевых действий давали какие-то льготы. А значит, впоследствии на гражданке можно было куда-то устроиться работать, получить место в общежитии. Узнав, что он был судим, я хотел его сразу отправить из Чечни. Но Володя взмолился, не делайте этого, так как, не получив льготы за участие в войне, он потом не найдет работу, пропадет. Я его оставил. Подумал, людям часто нужна война, чтобы лучше устроиться в этой жизни. А значит, смерть других людей, чьих-то детей, чужое горе, чужие слезы. И наше горе, и наши слезы. Это случилось через два месяца после прибытия молодых в начале марта 1996 года. Рядовой Владимир Гришкин в составе своего отделения на БМП сопровождал хлебовозку. Недалеко от Ханкалы машину обстреляли боевики. Ребята с БМП вступили в бой. Чтобы дать уйти остальным, рядовой Гришкин выпрыгнул с БМП и стал отстреливаться. Пуля попала ему в пах вместо пересечения кровеносных сосудов. С поля боя его вытащили, довезли до Ханкалы, где находился госпиталь. Он потерял много крови, но был еще в сознании. От КПП его несли на носилках. Я держал его за руку. Он не стонал, и взгляд был такой спокойный. Операция длилась несколько часов, но Володю не спасли. Мы не знали, кому отправить гроб с его телом. Аркаша Клишторный застелил Володину кровать, наковырял на дощечке его имя и повесил на тушку кровати. Это была память о Володе Гришкине. Позже меня назначили членом избирательной комиссии группировки войск в Чечне на выборах президента России. Нужно было ежедневно выезжать из Ханкалы в разные учреждения Грозного. Меня сопровождали солдатики на БМП. Среди них и рядовой Аркадий Клишторный. Как-то я заехал в Грозненскую мэрию, и так как не нашел нужного мне человека, вскоре вышел и увидел, что мои солдатики продавали местным мужикам бензин, и самым активным был Аркаша Клишторный. Я строго поругал их и сказал, что по прибытию в Ханкалу сообщу их командирам, чтобы посадили на гауптвахту. Аркаша подошел ко мне, показал свои дырявые ботинки и сказал, что прапорщики со склада за новые требуют деньги. Мне стало не по себе, но я продолжал стражиться. Вернулись в Ханкалу. Командир роты, встречавший нас, спросил, как мои ребята. Нормально, ответил я. Только одеть и обуть их надо получше, а то люди от этих грязных и оборванных солдат в страхе разбегаются. Солдаты, видимо, ожидали, что я их выдам. За спиной услышал, как один из них говорил другому. Аркаша его любимчик, поэтому он его не сдал. Это было в июне 1996 года, а в начале августа боевики вошли в город. Весь месяц я провел в Грозном с разведбатом 205-й бригады, а когда вернулся в Ханкалу, узнал, что Аркаша Клешторный погиб. Его разорвало прямым попаданием снаряда. Не знали, что положить в круг. Продолжение следует. Первое чеченское завершилось Хасавьертовскими соглашениями. Россия полностью выводила войска из республики, а решение о статусе Чечни откладывалось на пять лет. Точное количество погибших до сих пор не названо. Это десятки тысяч человек с обеих сторон. Впереди взрывы домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Второе чеченское. Усиление спецслужб. Отставка Ельцина. Приход к власти Путина. Майор Измайлов продолжит освобождать заложников в Чечне до 2001 года. Большей части я ничего не боялся, но попадал в такие ситуации, когда... Говорит Вячеслав Измайлов. За свою жизнь было, мягко говоря, тревожно. Но когда я встречался с людьми, с боевиками, у меня страх сразу проходил. Потому что боевики и бандиты – это разные люди. Тех, кого мы называли боевиками, с ними можно было говорить. У многих убили родственников, детей, родителей, им некуда было деваться. Я знаю такие случаи, когда отец, когда убили одного из братьев, он все делал, что второй брат не пошел в боевики. Да, у меня было любопытство, как эти люди, вчерашние комсомольцы, пионеры, благополучные коммунисты, в одночасье превратились в боевиков. Я понимал, что это пропаганда, которая ведется по телевизору, которая и сейчас ведется, да. И реальная жизнь там – они разные вещи. И вот я понял это, находясь и в Афганистане, и в Чище. А сколько людей вы освободили за эти пять лет? Это было в 96-м году. Один из первых моих освобожденных. Москвич Борис Сорокин и дальневосточник Питя Андреенко. И я столько потратил усилий на их освобождение. Я ездил к президенту Чечни Яндарбиеву. Получил от него добро. Когда мне их передали в Грозном, я увидел 10-ю казарму на Ханкале, где находились русские матери. Более 200 российских матерей. И только у единиц дети были в плену живыми. Они надеялись, что они в плену приехали за ними. И я подумал, вот сейчас я проведу этих детей. И счастливый отец, счастливая мать будут обнимать их. А другие будут сжаться к батареям и думать о том, почему не их дети получили свободу. Я подумал, это же страшно. Я не повел этих солдат в казарму. Их повели другие офицеры. Потом я их вывез в Москву, этих ребят. И никогда я не считал освобожденных. Я помню только о тех, кого предстоит освободить и кого не смог спасти. Вячеслав Яковлевич, а как вы считаете, была ли та точка невозврата, когда война уже не могла не начаться? Точки невозврата лично для меня не было. Задача политиков была не допустить войну. В Афганистане и в Чечне первую кампанию, я не говорю про вторую. Это войны были преступные. Это войны, которые сделали политики. И в Чечне кто такие Дудаев? Дудаев – советский генерал, масхадов, советский полковник. Неужели с этими людьми нельзя было договориться? Я договаривался с ними. А политики этого не захотели. Они прятались, ставили какие-то условия невыполнимые. И я уверен, что политики не доделали свое дело. И в результате погибали вот эти пацаны. Можно ли сказать, что и первая, и вторая чеченские войны определили в целом ту политическую систему, которую мы имеем сейчас? Безусловно, потому что Ельцин в конце концов не выдержал, когда началась вторая чеченская война. Ни по здоровью, ни, я считаю, морально не выдержал. И у нас пришла та власть, которая есть сегодня. Тот же вопрос, можно ли было остановить войну, я задал Леониду Парфенову. Это все сослагательные наклонения, все крепкие задним умом, особенно, что касается политики и истории. Что тогда было? До какой степени в войне виноват Дудаев? До какой степени Грачев? До какой степени Ельцин? Все на том свете. До какой степени тому были объективные причины? И влияла ли на это, например, еще аж травма депортации чеченской в войну? И потом мучительное восстановление Чечено-Ингушской ССР, и вообще вот эта вся национальная политика Советского Союза. Понимаете, откуда отсчет вести? Может, вообще от Кавказской войны XIX века? Все это очень непросто. И сейчас вот сказать, вот тогда вот это было возможно, а потом это было нельзя. А это все характер генерала Дудаева, а это все характер Ельцина, а это все Грачев с его двумя полками ВДВ, которыми якобы можно взять Грозный. Это гадание на кофейный гущий. Мы не можем точности сказать, было ли предопределено то или иное событие. А вот сегодняшняя Россия, сегодняшняя Чечня, насколько корни наших сегодняшних проблем и той жизни, в которой мы оказались, а не там, в этой, в Чеченской, в первой войне, в тех страшных 90-х. Понимаете, нельзя выделить какой-то фактор. Вот есть феномен сегодняшнего этого мультикультурализма такого, да, который мы проклинаем в Европе, и который де-факто существует у нас в отношении Чечни и остальной России. До какой степени это связано с войной? Да, наверное, потому что когда-то было решено, что вот такой плохой мир, он лучше, чем хорошая война, тем более, что та и хорошей не была. Но опять-таки сказать, вот именно оттуда это всё произошло, и тогда вот эти вот виноваты, а вот те не виноваты, совершенно точно невозможно. Ясно только, что этот нынешний мир, он тоже неустойчивый, и ситуация, ну, не оздоровлена по-настоящему. Мы все понимаем, что это до поры до времени, это всё очень выстроено на каких-то шапких личных договорённостях, персональных униях и прочем. По-настоящему, конечно, эта проблема не решена, и по-настоящему Чечня в представлении абсолютного большинства россиян, а не только каких-то там злопыхателей, которые плохо относятся к мирным процессам, она не интегрирована вполне в Россию. Сплошь дорядом оказывается, что это Россия должна интегрироваться в Чечню. Особенно, когда слышишь некоторые там грозные рыки из Грозного, извините за тавтологию, но уж так получается, когда тебя оттуда почему-то учит Родину любить. Очевидно, что по своему масштабу война в Украине уже превзошла Чеченские войны, и её трагические последствия будут с нами на протяжении долгих лет. Это продолжение следует. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и Telegram. Все ссылки вы найдёте в описании. Ещё у нас есть сайт, где мы публикуем репортажи, колонки и расследования независимых авторов. Заходите на проследует.медиа. Редактор субтитров А.Семкин